Боевик в режиме реального времени сегодня развернулся перед жителями московского района Отрадное. У них во дворе грабители, переодетые дворниками, попытались отнять деньги у инкассаторов. Пока люди снова и снова переживают увиденное, полиция ищет преступников, уцелевших. Инкассаторы оказались не совсем обычными. Все подробности в репортаже Ильи Костина. Малыш был на этой кровати. Вот дырка и вот дырка. И вот дырка в шторе. Вот оно как прошло через эту. А это вот. Вот оно прошло. Вот она дырка. Так сегодня начался день в семье Сыромятниковых. Четырехлетний Саша еще спал, когда пуля влетела в его комнату, пробив окно и отрикошетив в сторону кровати. Жилой двор на северо-востоке Москвы сегодня весь день в лентах оцепления. Здесь же на улице Римского-Корсакова находится и отделение Почты России. К нему сегодня утром и подъехал автомобиль инкассаторов. Что происходило дальше? Попало в объектив камеры видеонаблюдение. Налетчики не только организовали засаду, но и разыграли своего рода спектакль. Когда инкассаторы на машине подъехали к почтовому отделению, их уже ждали. Вот видно, как человек, замаскировавшийся под дворника, прогуливается с лопатой. Пройдет еще несколько секунд и, бросив лопату, он с подельниками перейдет к активным действиям. И вот уже драка, которая затем перешла в перестрелку. В какой именно момент в ход пошло огнестрельное оружие, непонятно. На кадры записаны без звука, выстрелов не слышно. Зато хорошо видно, как идет борьба. Сначала на ногах, а потом уже и на земле. И вот с другого ракурса один из нападавших, получив отпор, предпочитает спастись бегством. Известно, что преступников было трое. Они были вооружены и начали стрельбу первыми. Сотрудники предприятия спецсвязи, именно они перевозили деньги, открыли ответный огонь. В результате перестрелки один из нападавших был убит, еще один ранен. Ему, как и его сообщник, удалось скрыться. Один из инкассаторов также получил ранение, его госпитализировали. Оперативники нашли затем 14 стрелянных гильз. На линии огня оказался и автомобиль Вячеслава. Пуля прошла вот по такой траектории, вот, и задела часть стекла. Оно хрупкое, естественно, все просыпалось. Рядом детская площадка. Первоначально звуки стрельбы многие приняли за хлопки от петард. И только потом поняли, что происходит ограбление. Мы ребенка кормили, в комнате сидели, услышим. Я, причем, даже как-то вот у мужа кричу, говорю, что это настоящие выстрелы. Я думал, дворники дерутся, спецсвязь, может, не поделили, что там. Вот один на другом сидит, так его мочит. Потом выстрелы пошли. Он сидел там, ну, этот сотрудник, видно, в него начал стрелять. Потом второй выбежал, и из двух рук прям, он, там, побежали. Их человека три, я видел, в оранжевых жилетках вот таких. Люди, живущие в этом дворе, рассказывают, что в какой-то момент у липовых дворников даже возник конфликт с настоящими. Теми, кто убирает тут каждое утро. Начали отгонять наших уборщиков местных, кричали, идите отсюда. И размахивали, кстати, при этом лопатами. В Москве для поиска преступников был объявлен план перехват. Налетчики уходили дворами. По всей видимости, сообщник в автомобиле ждал их где-то неподалеку. Вечером, в нескольких километрах от места нападения, оперативники обнаружили эту машину. Ее бросили рядом со станции метро Алтуфьева. Грабители так и не смогли завладеть сумкой с наличными. Деньги, которые перевозили инкассаторы, по некоторым данным, это 12 миллионов рублей целы. В самом почтовом отделении признаются, не успели даже испугаться. Они не заходили, просто услышали выстрелы, начали вызвать милицию, полицию. Сколько выстрелов было? Такие отдельные выстрелы. Статья, по которой Следственный комитет возбудил уголовное дело, покушение на убийство двух и более лиц из корыстных побуждений, в связи с исполнением служебных обязанностей, предусматривает наказание от 8 до 20 лет лишения свободы. Инкассаторы, на которых совершили нападение, работают в главном центре спецсвязи. Это фельдъегерская служба в составе Россвязи. Ее сотрудники занимаются доставкой не только денег, но и секретных отправлений и оружия. То есть это своего рода инкассаторский спецназ. Так что налетчики, если они и рассчитывали на легкую добычу, явно просчитались. Илья Костин, Александр Титрашвили, Анна Пузанова, Артем Тихонов. Первый канал.